У нас все дело в руки, а если, допустим, это должно быть от души, а если человек инвалидный, зимой, это же от души должно идти? Конечно, от души. А что такое душа? Душа, а что такое? Это первое я, а не второе. Второе я — это эгоизм. Душа — это первое я. Видите, вы много рассуждаете, но еще мало понимаете. Так вот, знайте, что судьба звучит человеку, но вы не слышите этот звук, потому что он превращается сразу в память о себе. Когда человек помнит о Боге и звучит этой памятью, тогда он разрушает память о себе или злую судьбу. Таким образом человек побеждает свою судьбу. Судьба звучит и живет в памяти, и я звучу и живу в памяти. Таким образом я ее побеждаю. Потому что когда душа помнит о Боге, она разрушает память о себе. Таким образом разрушает злую судьбу. Так говорят священные писания. Если вам не нравится, ищите свое объяснение. Можете как угодно читать молитву. Но когда вы не будете ей звучать вслух, тогда вы будете читать ее умом. А ум находится внутри судьбы. Это значит, что вы не сможете победить. Из болота себя за волосы никто не вытащит. Нужно быть снаружи. Только разум может быть снаружи судьбы. Ум не может. Ум, мысли наши, эмоции, желания, они все живут внутри судьбы. А звук может жить или внутри судьбы, если мы думаем о себе. Или снаружи, если мы о себе забыли и думаем о Боге. А если мы о себе забыли и думаем о тараканах, то тогда судьба тоже будет меняться, но в худшую сторону. Поэтому надо о себе забыть и думать о святых людях. О священном писании, о святом имени, о всем, что связано с Богом. Таков путь к победе. Об этом говорят все священные писания. Есть разные стадии развития человека. Сначала человек верит в себя, это атеизм. Все, кто верит в себя, они идут на ложном пути. Как молодые мы были, как искренне любили, как верили в себя. Первый тайм мы уже отыграли и всего лишь успели понять всех друзей. Мы уже потеряли, постарайся себя не терять. Перестань верить в себя. Сначала человек верит в себя. Первая стадия веры, самая примитивная. Все животные, все тараканы верят в себя. Это признак неправильной веры. Дальше второй уровень веры. Человек начинает верить в счастье. Или верить в сияние Бога. Или в то, что есть высшая истина. Или в то, что есть как бы энергия победы. Или человек верит в деньги. Это все энергии Бога разного. То есть он верит в энергии. Это сравнивается с тем, как человек, допустим, видит солнечный свет, но солнце пока не видит и не знает его источник. Думает, что просто сам свет живет сам по себе. Потому что он никогда не видел солнце, он так думает. Так и человек верит в счастье, в удачу, в деньги, в знания, в истину. Но не понимает источника. Это следующий просто шаг к вере. Это его развитие. Так, человек развит настолько. Следующий шаг к вере. Да, человек уже верит Бога. Но вера его, она основывается на том, что Бог на втором месте находится в жизни, а на первом я. И поэтому, ну, Бог это кто такой? Это тот, кто нас обеспечивает возможностью жить. Он такой, знаете, такой, как чучело огородное, которое всё время всё отдаёт. У него своей жизни нет, он сидит и всё отдаёт. И поэтому надо клянчить. Он, понимаете, нас же много. Кто переклянчит, тот и получил. Поэтому надо постоянно его просить. А ещё он гневается такой, гневливый. Его надо успокоить сначала, а потом клянчить. Люди вот так верят Богу. Они постоянно его просят, просят у него, просят. Нет любви. Есть просто вот занудное желание получить себе что-то. Такая вера. Это просто стадия развития человека. Следующая стадия развития. То есть это люди на самом деле не верят в Бога они ещё. Они просто его эксплуатируют, используют для своих нужд. Богу это не нравится. Но он им даёт что-то, чтобы они больше верили. Чтобы они не прощали этот путь, не сходили с пути веры. Потому что это стадия просто развития человека. Следующая стадия развития. Человек становится верующим. И он начинает понимать, что для того, чтобы развиваться, нужно правила соблюдать, а не клянчить. Нужно посты соблюдать. Нужно ходить в храм. Правила молитвенные соблюдать. Нужно всем прощать. Просить прощения. Поменьше думать о себе. Побольше о других. Побольше прославлять Бога и поменьше клянчить. Тогда будет лучший результат. Это следующая стадия развития веры. Верующего человека. Следующая стадия развития верующего человека. Он начинает понимать, что Бог соткан из любви. И он личность. И поэтому с ним надо строить близкие отношения. То есть надо прославлять его, любить. Ничего в него не просить. Служить ему постоянно. Выполнять его заповеди. Сделать так, чтобы он был удовлетворён. Доволен. Давайте сравним это с отношениями с папой, допустим. Ребёнок верит только в себя. И думает, я буду орать. Родители будут как миленькие бегать за мной. Вторая стадия. Он верит, что папа это просто благодать. Благодать. И вот надо, чтобы она была. Ей этой благодать ничего не надо вообще. Она просто существует для того, чтобы я был счастлив. И поэтому надо всё, что у него есть, у этой благодать надо себе брать. Следующая стадия развития. Что-то благодать не даёт мне столько, сколько мне надо. Она есть, но не даёт. Поэтому надо в ней клянчить. И папа готовит. Такой ребёнок подбегает. Папа, хочу кушать. Папа, хочу кушать. И как бы, папа, слушай, я тебе готовлю кушать. Успокойся. Он, нет, я хочу кушать. Я хочу кушать. Помилуй меня. Хочу кушать. Он, слушай, я тебя давно уже помиловал. Успокойся. Дай мне приготовить. Нет. Я хочу быстрее. Ну, такой ребёнок достаёт папу конкретно. Ну, он всё равно любит. Он же родной, близкий. Не развитый просто. Следующая категория. Ребёнок стал послушным. Он говорит, папа, я всё понял. Буду работать над собой. Буду контролировать себя. Буду выполнять то, что ты говоришь. Папе очень нравится. Он говорит, спасибо тебе, сынок. Буду тебя кормить хорошо. Буду заботиться. Теперь ты у меня человек да, а не человек нет. Ты у меня первый теперь в списках. Я тебе буду давать свою милость. А есть ещё одна стадия веры. Но мы не должны её имитировать. Это очень высокий уровень развития личности. Это называется святая личность. Когда человек говорит Богу или папе. Ребёнок подходит и говорит, папа, я хочу, чтобы ты был счастлив. Мне ничего не надо. Приготовь сначала себе. Поешь. А если мне что-то останется, я покушаю. Я хочу, чтобы только ты был счастлив. И хочу перестать думать о себе. Я же устал уже всё время думать только о себе. И папа говорит, вот тебе-то я и буду больше всего в жизни делать. Потому что ты самый лучший из людей. И такие люди, когда так настроены, у них нет проблем в жизни. Но эти люди читают не такие молитвы, как мы. Есть одна святая древняя. В ней было пять великих сыновей. И звали царица Кунти. Эти сыновья правили всем миром. Она читала такую молитву. «Господь, пошли мне как можно больше трудностей, чтобы я никогда не смогла забыть тебя». И он посылал ей трудности. Отвечал ей взаимностью на её молитву. Но мы не должны так молиться. Потому что мы не такие, как она. Мы слабые, а она сильная. Мы не безверующие, а она полна верой. Понимаете? Мы грешные, а она святая. Поэтому молитесь лучше всего вот так. Думайте о Боге. Если о себе вдруг мысль проскочила, пытайтесь отвести себя от этой мысли. Опять думать о Боге, прославлять Его. И стараться изо всех сил забыть про себя. Как только человек забывает про себя, он пространство своей судьбы отпускает. Это страшно. Человек боится этого состояния. Он хочет всегда держать пространство своей судьбы. Мало ли что там может быть. Он боится этого мира. Когда человек забыл про себя, а у него там кипит всё плохо. Муж уходит, а она забыла о себя. И прославляет Бога. В это время, только в это время, Бог может зайти внутрь и всё исправить. Потому что, когда ты отпустил пространство своей судьбы, у Бога есть возможность туда зайти. Пока ты его держишь, туда хода никому нет. Отпустил, думаешь о Боге, прославляешь, о всех заботишься, забыл про себя. Бог быстренько наводит порядок в твоей судьбе. Забыла, что ты не замужем. Начала всем помогать. Всё. Я видел в жизни уникальный случай. Уникальнейший просто. Я был так удивлен в этом случае. Одна девушка у меня, ну как бы, она всегда помогала, когда я приезжал готовить, там убирать. Я всегда благословлял её, говорю, чтоб ты вышла замуж, чтоб у тебя всё хорошо было в жизни. Она меня спрашивала, когда я выйду замуж. Я смотрел на её судьбу и видел, что практически невозможно выйти замуж. Судьба очень тяжёлая, одиночество. Я ей говорил, продолжай развиваться, работать над собой. Придёт время, и ты выйдешь замуж. А когда сказать не могу. Прошло пять лет. В предыдущие годы она, как только приезжала, сразу первый вопрос, ну когда же, я посмотрю на мою судьбу, я отработала судьбу или нет? Я смотрел, что-то, дальняя дорога. Она очень старалась, молилась каждый день, была такая энтузистичная. В один год я приехал, она такая готовит, смотрю, такая сияет, вся такая жизнерадостная. Слушайте меня внимательно. Жизнерадостная, сияет, вся такая. Я говорю, ты что меня не спрашиваешь-то? Да замуж выйду. Что, вышло уже? Она говорит, нет. А я говорю, а что не спрашиваешь? Она говорит, а мне что-то так хорошо стало. Я обо всех люблю, обо всех забочусь. Как-то забыла об этом вопросе. Я просто, просто, вот, я просто увидел необыкновенное чудо. Вот когда человек с такой тяжёлой судьбой забыл об этом вопросе, я увидел, что всё, она победила свою судьбу. Я говорю, вот теперь ты точно скоро выйдешь замуж. И когда у человека сильное препятствие в жизни, сильное препятствие, то Бог даёт сильную награду потом. Так устроен этот мир. Некоторые думают, слепой человек, искалеченный, глухой, значит, он обречён на страдания. Эти люди имеют сильное препятствие и сильную награду. И я в своей жизни, так как я много людей видел, я видел и таких. Я знаю одну женщину, девушку, 20 лет, которая обездвижена. Её родители привозят на улицу, когда уходят на работу. Потом приезжают, забирают. А когда она стоит в колясочке на улице, там очередь людей идёт к ней за вопросами. Потому что она живёт в молитве, и она просто людям говорит всё. Всё это сбывается. Она благословляет, и это работает. 20 лет всего. Так она счастлива, она сияет. От неё лица свет идёт. Понимаете? Она не чувствует себя обездоленной. И вот эта девушка, она вышла замуж за очень возвышенную личность. Сейчас живёт в святом месте. Вместе с ним. Очень счастливая семья. Почему бы вам ни на это не равняться? Вот почему бы на такой пример не равняться? Другой пример. Одна женщина. Тяжёлая судьба личной жизни. Четверо детей. Одна. И она такая... Научилась жить правильно. Радостная такая. Всем помогает. Не работает. Дети маленькие, не работают. Я говорю, откуда деньги берёшь? Она говорит, я не знаю. Со всех сторон валится. Я не поверил. Думаю, может она шутит. Она мне говорит, Олег Геннадьевич, полесите вот человека. Он болеет сильно. Я говорю, ну у нас другое лечение. Сможет оплатить человек? Она говорит, да, вообще, Олег Геннадьевич, не волнуйтесь. Соберём деньги. Она сама без штанов как бы не работает. Четверо детей. Деньги начала собирать. За пару дней собрала. Вот и всё. И постоянно тащит всё, раздаёт в следующей службе. Вот та же бабушка, которая, я вам говорил, со змеёй под кровать. Прихожу в святом месте покупать продукты. Продавец мне подносит вот такой пакет фиников. Два килограмма такие. Большой пакет фиников. И говорит, возьми хорошие финики. Ну на хинде. Не на грузинском. Это было в Индии. Вот. И я такой, думаю, зачем мне, я здесь всего несколько дней живу, зачем мне столько фиников? Я никогда не съем. И смотрю вот у меня в сердце. Бери. Я такой, зачем? Бери. Такой раз взял. Короче, я не знаю, думал гипношист. Взял эти финики. Ну, короче, там чуть-чуть себе продукты. Вот это два килограмма финика. Пришёл домой. Через десять минут приходит эта вот бабушка. Смотрит на меня. Говорит. У меня Господь финики попросил. К тебе пришла. Я думаю, вот для кого финики. Вы на шоу? Я говорю, вот тебе финики. Взяла финики, пошла. А я за ней. И она начала эти финики всем раздавать. Тебе чуть-чуть оставила для жизни. Пошла домой. Говорит, иди сюда. Подбегает к ней. На, финик. Теперь слушайте, как она ходит в магазин. Она приходит в магазин. Она на хинде ничего не знает вообще. Приходит в магазин. Встаёт. Смотрит на продавца. Он на неё смотрит. И она на русском говорит. На чисто русском говорит. Дай мне хлеба. Показывает на хлеб. Он бежит, хлеб ей даёт. Любой продавец. Там, который есть. Всё, что она не скажет, он ей даёт. Потому, что он знает, что когда он уйдёт, у него будет завал покупателя. Она всё, что взяла, тут же прям при нём начинает нищим раздавать. Всё это. Там нищик много ходит. Он им не даёт нищим, а ей даёт. Понимаете? Потому, что он знает, что эта женщина приносит удачу. Все продавцы об этом знают. Пришла. Дальше будет куча покупателей. Десять раз больше будет, если ты ей дашь что-то. Понимаете, что за люди бывают? Можно давать только тем, кто возле храма. Это особая наука. В храм можно давать милостью. Это особое. Я не буду сегодня об этом говорить. Я вам рассказываю то, что вас сильно вдохновило, как правильно жить. Одна женщина жила где-то в Таджикистане, я не помню точно. Или в Узбекистане. Она как бы просто обычный человек была. И прочитала в газете, что есть в Индии такой-то храм. Что он находится очень высоко в горах. И там некому служить. Это древний храм, некому служить. И вот человек священник ходит раз в неделю всего, чтобы там помыть всё. И она подумала. Ей было уже где-то около 60 лет. И она подумала, я хочу остаток своих дней посвятить Богу. Поеду в этот храм. Нашла, где этот храм находится. Приехала туда. Не знает ни хинди, ни английский, ничего. Полезла туда в горы. Там ни воды нет, ни света, ничего. Прилезла туда, начала служить Богу. Священник пришёл. Говорит, ты что здесь делаешь? Она говорит, я Богу служу. А кто тебя кормит? Кто тебя поет? Где у тебя свет? Кто тебя греет? Говорит, Бог меня кормит, греет и светит мне. А сама уже несколько дней не ела. Он видит, что она такая уже покачивается. Побежал за пищей. Прибежал, короче, накормил её, напоил. Спать негде. Там открытое поле. Вот. Она ничего никому не сказала. Всё, продолжает служение. Вся деревня о ней узнала. Там деревня рядом живёт. Начали по очереди ей пищу носить. Потом взяли, сложились, построили ей там небольшой такой вот, ну такой, как сарайчик, где она спать могла. Потом начали, когда свадьба, допустим, день рождения, всегда приходят к ней и говорят, благослови нас, пожалуйста. Раз её благословляют, и всё пошло, как по маслу человеку. Начали местные жители ходить к ней, поговорить с ней. Потом узнал правитель этой местности об этой женщине. Приехал туда, поговорил с ней, получил благословение. Всё сбылось. Знак благодарности построил дорогу туда, построил ей жильё, провёл воду, провёл свет. Народ начал ехать просто каждый день и ночь. Это всё произошло за 3-4 года. День и ночь просто люди едут, чтобы на неё просто посмотреть. И один раз, один, вот этот священник самый, который туда ходил, он приходит туда рано утром, а она вот так вот сидит, склонившись к алтарю. Он подходит её, вот так вот будет, а она не будится. Она оставила тело в поклоне алтарю с улыбкой на лице. Значит, что она отправилась в духовную реальность и нет смерти. Вот так вот люди могут жить. Но мы не можем это имитировать. Понимаете? Потому что это особые случаи. Нам достаточно просто пораньше встать и хотя бы 40 минут в день помолиться. Вот так вот, как я вам показал. Если вы будете это делать 15 минут в день, вы получите хорошее настроение. Если 45 минут в день, то вы получите возможность понимания, как ваша судьба течёт. И у вас появится возможность побеждать её. Если вы будете час-двадцать в день молиться, то вы станете мудрыми. А если вы 2 часа даже, хотя бы 2 часа в день будете молиться, то в жизни не будет таких препятствий, которые бы вы не смогли победить. Понимаете? Выбирайте, как вам жить. Всё зависит от вас. Если простая женщина пришла в открытое поле, без воды, без света, без еды, и Бог ей всё дал в достатке. И если потом подарил ей бессмертие, неужели вам он ничего не подарит? Хочу ещё одну тему поднять. Итак, вы поняли, что такое чувство собственного достоинства? Приняли свою судьбу? Если человек гордый, надо его воспитывать. Если человек униженный, надо его поднять. Если человек в депрессии, надо его привести в чувства. Если человек суетится, надо его притормаживать. То есть надо человека возвращать всегда назад. То есть чувство собственного достоинства означает, что человек не спешит, не отстаёт. Он как бы не гордый, не униженный. И тогда счастье будет с этим человеком, и вы должны быть таким же человеком. Наполненный человек становится самим собой. Надо наполниться природой, добрыми людьми, молитвой, лекциями. Всем самым лучшим наполняться, как только тараканов вспомнили, гоните это всё из своей головы. Плохое что-то вспомнили, гоните из головы. Это то, что разрушает жизнь. Кто-то сплетни начал, он говорит, не слушайте. Плохую новость услышали в передаче, в телевизоре, не обращайте внимания. Туда уходят ваши силы. Вам нужны силы для победы над судьбой. Зачем вам туда тратить? О чём человек думает, туда идут силы. Можно болиться за кого угодно, надо думать о Боге, прославлять его. И сказать просто один раз, это для родителей, это пойдёт для родителей. Можете иногда вспоминать, как вспоминаются родители. Если будут вспоминаться легче, значит, идёт победа над судьбой. Следующая стадия – спокойствие по поводу родителей в сердце. Есть три круга жизни всего. Первый круг жизни находится в сердце у человека. Спокойствие в сердце появилось, первый круг жизни вы победили. Второй круг – ниточка между мною и человеком, между вами и родителями. Ниточка означает отношения. Начали дальше молиться, когда спокойствие пошла, ниточка очищаться. Это значит, что вы можете им что-то сказать, они вас будут слушать. Это будет чудо для вас, потому что раньше не слушали. Между вами появится доверительное отношение, отношение веры. Третья стадия – у них сердце начнёт меняться, они начнут менять свою жизнь. И тогда вообще вы поверите в Бога, что это возможно. На всё это про всё у вас уйдёт всего два года в отношениях с родителями. Если вы будете молиться хотя бы по 40 минут. Я вам сказал, какие молитвы читать, которые славят Бога. Не надо большие молитвы читать, надо читать короткие молитвы на чётках. Только прославляющие Бога. Не надо длинной молитвой. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. И так два часа. Молитва побеждающей судьбы – это как стрела, которая летит в одну точку. Не надо повторять разное всё. Надо одно и то же повторять. И повторять очень глубоко, глубже, 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 ближе к цели, ближе к цели. И потом отклик пойдёт дальше. Контакт с Богом. Очень важно также знать, что… Я вам сейчас расскажу, как устроена вообще наша психика. Вот смотрите, у человека есть разум. Это то, что побеждает судьбу. В разуме живёт знание о том, как правильно жить. В нём живёт вера. В нём живёт вдохновение. Вдохновение означает контакт с истиной. Разум даёт энергию счастья всему организму. Ум ищет счастье через чувства. В хороший период жизни счастье находится, в плохой счастье не находится. Но разум через веру всегда даёт счастье. Есть разные источники счастья. Допустим, дом – это тоже источник счастья. Но он не даёт полного удовлетворения человеку. Не надо меня светить, глаза слепы. Вот. Также надо понять, что есть разные веры. Понимаете? Можно верить в несчастье, то есть в сглаз, порчу, злых духов. Значит, в то, что у меня ничего не получилось в жизни, можно верить. Значит, тогда так и будет. Это вера в тёмные силы. Это не дорога добра. Хотя человек вроде ничего злого не делает, но он верит не в то, что надо. Значит, это злой человек. Когда человек верит в Бога, он верит в победу, в преодоление трудностей, в то, что всё будет нормально в жизни. Это вера в Бога. Контакт с Богом даёт вдохновение, целеустремлённость, решимость. Решимость означает сильный контакт со счастьем. Цельустремлён – значит, ты увидел счастье. Вдохновение означает, ты чувствуешь счастье или Бога. Энтузиазм означает, что ты понял правильный путь. Это всё разные стадии развить. Сначала энтузиазм. Вот у вас сейчас энтузиазм появился, значит, вы почувствовали Бога. Начнёте рано вставать. Потом появится вдохновение, глаза квадратными станут. Все испугаются, ваш родственник скажет, что это с тобой. Следующая стадия – это целеустремлённость. Вы почувствуете цель и устремитесь к ней. А потом будет решимость, когда вы уже сильно видите цель. Очень сильное будет движение вперёд. Это все разные стадии скорости движения к победе. И силы, разные виды силы победы над судьбой. У разума есть знания о том, что такое хорошо и что такое плохо. Но разум не всегда функционирует в психике. Если желание человека преодолели, пересилили, разум теряет силу. Он глохнет. Когда человек злится, когда человек обижен, когда человек проклинает кого-то, когда человек жадничает, когда человек находится в иллюзии, в мечте, разум в это время не работает. Это все враги человека, его захватывают. Разум работает в добром сердце, в спокойном сердце, в радостном сердце, в верящем в счастье, в победу, в трудолюбивом сердце. Когда человек забыл от себя, разум в это время сильно работает. Разум работает, живет в звуке Если ум живет в мыслях, то разум живет в звуке Все остальные органы чувств, кроме слуха, связаны с другими функциями Например, глаза связаны с умом, потому судьба видна в глазах у человека По глазам видна судьба Потому что чувство зрения связано с умом Чувство вкуса связано с энергией Поэтому человек вкусно кушает, когда у него много сил, но силы бывают разные Если ему нравится злая пища, то у него злые силы будут А если добрая пища нравится, то добрые силы будут у него Но кушать надо вкусно, но только то, что хорошее, а не то, что плохое Чувство связания связано с умом и с разумом Поэтому человек должен в чистоте ходить, чтобы у него чистая жизнь была Также чувство связания это секс Нельзя засорять свои чувства связания грязными связями Это преразрушает разум Только чувство слуха является самым главным из всех Чувство обоняния связано с телом Поэтому когда от человека плохо пахнет, значит он больной Надо его лечить Плохо запахло от человека, значит болеет, надо лечить В квартире вам где-то пахнет плохо, значит вы несовместимы с этим местом Там не надо жить От пищи плохо пахнет, значит ее есть не надо Она вам не поможет Не нравится запах пищи, не ешьте Звук связан с разумом, он возбуждает разум и делает его сильным Ума, ум это остов психический человек В уме находится судьба, там есть психические каналы И там есть чувства, которые ищут счастье Судьба действует на чувства, и человек хочет мороженое, пирожное, хочет замуж, что-то хочет Через вот эти чувства, желания У человека действует судьба Разум успокаивает чувства Он говорит, все хорошо у тебя будет, не надо тебе мороженое на ночь Ты и так счастлив, ты счастлив, ты любишь Бога Ага, ладно, хорошо Когда судьба действует очень сильно, то чувства очень сильно возбуждены В целом, вот этот весь механизм в ведах сравнивается, чувства сравниваются с конями Они скачут все всегда Или если разум ими управляет, возничий Возничий это разум, а возжий это ум Между разумом и чувствами ум находится, то есть судьба И если, допустим, возничий внимательно следит за конями и управляет То кони скачут хорошо Чуть-чуть как бы забылся, отпустил возжий То кони в разные стороны побрели Иногда кони сильно жаждут чего-то и начинают сбиваться с пути, куда-то лезут И тогда есть два способа Или сильно как бы их натянуть в возжий Или напоить водой Ну дать ему им накормить, напоить, чтобы они успокоились Ну то есть чувство надо поить духовной силой Надо поить природой, добрыми людьми и Богом Чтобы они успокоились и не так сильно тебя тянули в пропасть судьбой Понимаете? Когда чувства возбуждены и тебя сильно куда-то тянет, это плохой знак судьбы Например, сильно дом хочешь купить, у тебя есть деньги, все Вот это быстрее, вот здесь, это последний шанс, самый лучший дом, самые дешевые цены, быстрее Это очень неблагоприятно Это означает, что там засада Или быстрее замуж за этого человека, все, самый лучший, засада Если чувство спокойное, мы покупаем, вот хороший дом, как бы, ну нормальный Спокойно в сердце, значит удача Замуж выходишь спокойно, как бы, нет, ничего не тянет, не бежишь, просто спокойно, значит удача Понесло куда-то, значит неудача Поэтому чувство всегда надо останавливать, а потом разбираться со всем Если дом хочешь купить, чувства успокоились, значит все будет нормально Успокоиться не можешь, вообще не покупай Замуж, хочешь выйти, не успокаиваться, чувство тянет к человеку Нужно ждать Успокоиться нужно Неблагоприятно так выходить замуж Куда-то рвет тебя в другую страну, куда-то Ага, быстрее бежать Это неблагоприятно Ну купили же, Витя Терпите, молитесь, Бог наказал Хорошо, значит будет лучше В целом, примерно вот так Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому